Добрый день! Мы собираемся, в том числе, по итогам совещания, прошедшего на базе городадминистрации, в пятницу 20-го числа, где подводились итоги дорожного ремонта. И сразу же хочется знать, что происходит сейчас, в данную минуту, момент с дорогой Киров-Русская. Киров-Русская, у нас асфальтобетонная работа все закончена, сейчас идет устройство обочин. В принципе, как нам подрядчики заявляют, что на этой неделе должна эта дорога быть закончена. Сегодня также у них один объект, Сашиния Радужная, они сдают комиссию в 2 часа. И остается у них еще Пятницкая, тоже должны сейчас съезды закончить и, соответственно, Киров-Русская. То есть три дороги, которые сейчас еще в работе. Ну да. И это последний из запланированных на этом году, да? Да, Сашиния Радужная сегодня сдаются, а думаю, что Пятницкая, она тоже завтра-послезавтра. И Киров-Русская, соответственно, так же. То есть до конца этой недели уже официально можно будет сказать, что дорожный сезон закончен? Ну да. Все так в планах. Ну, будем смотреть. Нужна еще не только что сдать, нужна и документация, чтобы вся подтвердилась качество выполненных работ. То есть еще эти проверяться все это будет? Ну да. Сейчас мы ждем лабораторные испытания все. В какие сроки все это должно быть сделано? Ну, все на этой неделе должно полностью все быть готово. И, соответственно, если все было в нормативах, тогда, соответственно, будем принимать. Если будет какая-то просрочка, будет штрафные санкции? Штрафные санкции. Ну, для всех одинаковые рамки, согласно контракту. За просрочку идут штрафные санкции, будут подрядчики нести штрафы, платить в бюджет. Ну, вы озвучивали на этом пятничном совещании сумму уже наложенных штрафов на подрядчиков. Это более 5 миллионов рублей. Да, 5 небольших миллионов. Поясните, пожалуйста, что это за нарушения такие были допущены? В основном были все нарушения по срокам сдачи. Все только по срокам. Потому что если мы не принимаем работу по каким-то причинам, да, если там что-то в рубке не проходит, лабораторные испытания какие-то, соответственно, сроки сдачи переносятся. Потому что пока подрядчик не устранит все замечания, никто принимать не собирается. И позиция подрядчиков с этими штрафами, они будут их платить? Ну, конечно. Или пытаться будут оспорить или оспаривают? Ну, это их право, да, по суду все как бы решают суд у нас. И, соответственно, если суд примет решение в их пользу, ну, значит, тогда будем дальше смотреть, да. А если суд примет нашу пользу, то тоже нужны определенные, как говорится, аргументы и контраргументы там у всех будут. То есть через суд сейчас решаются эти вопросы? Они оспаривают, да, эти штрафы? Ну, да, естественно. Ну, мы его выставляем, они уже, соответственно, кто-то, если там осенью хочется оспаривать, сразу оплачивая там в бюджет, соответственно, эти суммы. Кто-то в суд идет, говорит, что я не согласен, там погода была плохая или еще что-то было. Но из этих 5 миллионов сколько-то уплачено? Ну, у меня сейчас именно по цифрам точных данных нет. А если нужно, конечно, там уточним, наши юристы дадут уже полную информацию. Это просто было то, что выставлено. Ну, они платят все-таки, да? Да, конечно, конечно, платят. И по тем годам также платили, и по этим годам в этом году также будут платить. Как так случилось, что всего лишь один подрядчик явился на пятничное заседание? Хотя это вроде итоговое. Все, вот мы садимся за одним столом и выясняем. Ну, в принципе, приглашения с нашей стороны были высланы всем абсолютно. А то, что они как-то проигнарировали. А они в обязательном порядке, простите, должны были прийти? Нет. Или добровольно? Хочу, прихожу, хочу, не прихожу. Конечно, добровольно. Добровольно, конечно. Добровольно, принудительно, если так не честно, да? Ну, как-то забавно как-то получилось. Нет, ну, мы же не такие, что там у нас, как сказать, не прокуратура, мы все-таки. И не можем их повесткой там присылать. В данной ситуации это показатели взаимоотношения между администрацией и данными подрядчиками. Это отношение подрядчиков к заказчику на сегодняшний момент. Мы видим, как они игнорируют все данные мероприятия. Если, например, следующее заседание там были по дворовым территориям рамков комфортной городской среды, там такой же игнор был со стороны нескольких подрядчиков. Но так-то основная, как говорится, масса подрядных организаций, она присутствовала. Ну, а на дорожном совещании мы заметили, что, по крайней мере, был один подрядчик, который еще давным-давно все сдал. Еще летом. Да, и на сегодняшний день он сидел и так мило улыбался. Ну, потому что к нему претензий. Да, к нему претензий нет. То есть это верно ли было написано, что не явились те, к кому, собственно, есть претензии? Конечно, конечно, не явились те, к кому есть претензии. На сегодняшний день большие претензии все-таки по Кирову, Русской, КРТП. Они, как есть, таки остаются. Есть претензии к ГДМС по некоторым моментам, но они не такие существенные. Но они есть, по крайней мере. И надо понимать, хотелось бы, конечно, глаза в глаза переговорить, а не просто, знаете, мы тут в эфире одно говорим, они говорят в отдельно где-то там за свои моменты. И тут было такое совещание. Конечно, его итоговым нельзя было назвать только по той причине, что работы еще не завершены. Но если уж пресс-релиз администрации разошелся по всем СМИ, что это итоговое совещание, значит, будем считать, что это было итоговое совещание. Но вот как получилось, так получилось. Я думаю, что администрация на сегодняшний день сделала выводы, что лишний раз лучше переговорить с подрядчиками и все-таки понять, можно ли назвать данное совещание итоговым, либо все-таки, может, промежуточное какое-то совещание, лишний раз подведение итогов объема выполненных работ. Просто изначально же говорилось, что сезон работы закончится 20 октября. Такой разговор был в течение всего лета. Поэтому, видимо, оно изначально уже, как и называлось, как итоговое совещание. Мы же с вами неоднократно об этом говорили, что у нас, как у общественности, есть вопросы по поводу затягивания сроков выполненных работ. Да, основной подрядной организации по Кирфрусску, она успела основной, можно сказать, слой, ну, асфальтно-бетонное покрытие выложить до 20 октября. Но это не говорит о том, что контракт завершился. Контракт-то только в рамках данной работы мог завершиться. А основные работы, связанные с обочинами, съездами и подготовкой документации для сдачи, это никто не отменял. И это надо было производить заранее. Ну, вот как получилось, так мы видим, что до сих пор работы ведутся, по съездам работы ведутся на сегодняшний день на Кирфрусское. До конца недели, да, еще раз напомним, все это должно быть сделано. Ну, надеемся, что... До конца этой недели, да, и документация тоже в том числе. Надеемся, что до конца недели... Полностью должны все документы быть предоставлены, и, соответственно, все работы завершены. Ну, так, они нам так, как говорится, график новый там предоставили, откорректировали и сказали, что мы все сделаем. Просто как-то вот эта позиция, да, подрядчики сказали, пообещали, но мы им вот что-то доверяем. Они опять попросили перенести... Нет, ну, вот это неправильная позиция. Вот вы правы, конечно, это вот эта позиция там. Мы кому-то что-то обещали. У нас есть закон, в рамках которого мы должны работать, да. Если в контракте прописано 20-е число, так извольте, 20-го числа все сдать и все бумажки перенести на стол. Если не можете принести, получите штраф за это, да. Да, конечно, суд решает. Если вам что-то не нравится, обращайтесь в суд, идите в суд и отставите свои права в суде. Вот такая позиция жесткая и четкая должна быть со стороны администрации на сегодняшний день, ко всем подрядным организациям. Без разницы, это ГДМС, которая какая-то муниципальная организация. Без разницы, кто это и как. Вот особенно сейчас мне не нравится, если отходить от дорог, то как с подрядными организациями сюсюкаются во дворах в рамках комфортной городской среды. Ничего не успевают сделать, а с ними там лю-лю, там ля-ля, там, как говорится, пообщаются. Тут скажут, да вот там проблемы были с погодой. Так извините, вы, когда выходите на контракт и его выигрываете, вы чем думаете? Вам за что деньги-то платят? Ладно бы, это, знаете, как говорится, их деньги были, это деньги, во-первых, налогоплательщиков, это каждого гражданина города Кирова, и извольте отвечать за эти деньги по всей строгости закона. Ну, они о том и думают, наверное, заключая контракт, что раз в прошлые годы нам шли на встречу, там продлевали сроки и все, почему в этом году так не будет? Так и происходит. Они привыкли просто так думать, потому что всю жизнь у нас администрация, ну, как с детьми возится, с подрядными организациями. Такое чувство, как у нас больше никого нету в Кировской области. Да и не то, что никого нету, может, больше никого и не расценивают. И это мы видим уже по истечению там не одного года, и вот это наблюдаем. И в этом году наблюдаем, как у нас там и в парке Кочевском непонятно, что делают, и говорят, что там вот потом скамейки поставят, потом это. Опять сюсюкаются с ними, как они. Они единственные, и вот больше никого нету. Но нельзя так относиться. Есть работа, и каждый должен за свою работу отвечать. Выиграл контракт, иди, отвечай. И не нравится, ну, веди в сторону тогда. Придет другой. Андрей Юрьевич, штрафы на подрядчиков, это единственная мера воздействия на них? Ну, в принципе. Там, не знаю, может, уже есть основания в дальнейшем не работать с каким-то подрядчиком, или вообще это не предусмотрено? Нет, ну, вообще, ну, как бы мы, как воздействие, да, тоже можем только штрафом. Только штрафом? А никаких таких вот реестров недобросовестных подрядчиков у вас нет? Если вы так, простите, косячили, все лучше с вами работать. Реестр недобросовестных подрядчиков тоже есть, но единственное, только там должен подрядчик тогда совсем сорвать контракт, его полностью не выполнить. А если он его все-таки выполнил, и все сделал, мы его не можем просто, а тогда он на нас уже в суд подаст, если мы там что-то внесем куда-то, его там дали. Ну, это 44-й ФАЗ, вы все должны понимать, что он гласит о том, что если понятно, подрядчик не выполнил контракт, или другой подрядчик пришел, то, понятно, его заносят в недобросовестные подрядчики. Но на сегодняшний день, как бы, мы все наблюдаем, что контракты выполняются, да, худо, бедно, одним словом, тащат потихонечку, да, обещали сначала там до 1 сентября все сделать, и все было бы замечательно, потом до 1 октября, сейчас до 20 октября никто ничего не может доделать, некоторые объекты. Ну, это нам просто администрация делать выводы, и в следующем году не повторять данные ошибки, ну, по крайней мере, да тут тоже от этого не застрахована и администрация, потому что на 44-й ФАЗ может выйти любая организация, которая будет прописана, ну, как бы, соответствовать конкурсной документации, да, а потом дальше ожидать от нее что-либо, вот это и ожидаем, как бы, мы видим, как в этом году это все произошло, да, говорить плохо, ну, говорить ничего, моменты есть, и выводы надо делать, и делать в следующем году. Сейчас небольшая пауза у нас будет, и мы продолжим тему дорожного ремонта. Да, мы тут и в перерыве, да, говорим. Да, мы не закончили просто разговор, продолжаем. Андрей Менькин, руководитель дирекции дорожного хозяйства, и Константин Сичихин, руководитель рабочей группы за дорожным ремонтом, общественного контроля. В настоящее время пробы нового уложенного асфальта ведутся, да? Мы правильно понимаем, изучили лабораторные исследования, да? Да, лабораторные, взяли все керны, отвезли их в лабораторию, вот на этой неделе должны ждем, как бы все. Отвезли-то куда? Ну, у нас все, мы отвозим в ГДМС, ВИАТ-Автодор у нас, и, соответственно, еще независимый дорожный комитет еще. Независимый? Это что? Да. Дорожный комитет – это преминистерство транспорта, получается, есть дорожный комитет, они отдельно берут пробы и делают анализы этих проб, и дальше выставляют свою, как бы, справку выписывают или как-то, ну, свои какое-то там заключение по этой пробы. А это независимая экспертиза, она дополнительных расходов требует? Ну, мы пока как бы так договорились, помогают они нам. Безвозмездно? Да. Не, ну, дорожный комитет, давайте не будем забывать. Или это все-таки федеральные деньги? Это дорожный комитет, это организация, которая подчиняется министерству, это такая же подвесностная организация, да, она не частная никакая, да, и, извините, она делает в пользу для людей на сегодняшний день эти анализы, да. Понятно, что это за счет всего вероятного министерства транспорта делаются эти анализы, так как, ну, это дорожный комитет. Они у нас в основном, конечно, дорожный комитет занимается областными дорогами, является основным заказчиком областных дорог на сегодняшний момент, но и параллельно делает анализы кернов по кировским дорогам, это и есть такие моменты. Мы, конечно, со своей стороны предлагаем сейчас сделать независимую экспертизу по этим дорогам, которые связаны там Киров-Русск, еще какие-то моменты, но посмотрим, как дальше будет это протекать. То есть, и какую-то еще независимую экспертизу, и уже даже не в дорожном комитете. Да, это больше, как говорится, есть посыл со стороны общественников на сегодняшний момент, посмотрим, как дальше будет, согласуем, не согласуем это с заказчиками, с подрядчиками, потому что это требует, ну, целой большой процедуры согласования, да, плюс время, как говорится, ну, и так на сегодняшний день есть три лаборатории, посмотрим, как дальше будет протекать. Напомните, пожалуйста, в этом году все лабораторные исследования пройдены положительно, или где-то что-то мы не приняли? Нет, ну, были замечания, потратчик переделал, и, соответственно, вот у нас улица Мира, да, ее три раза переделывали все-таки, пока не довели до норматива. Сейчас все в порядке? Да, естественно. Ну, пока лабораторное исследование, пока нам не будет анализ положительный, соответственно, никто принимать не собирается там. У нас есть звонок, давайте примем, пообщаемся с нашей слушательницей. Алло, слушаем вас. Алло. Да, слетел звоночек. Нет, получается, 211-101, да, надо напомнить номер нашего телефона, а то без напоминания уже начинают звонить. Вот, и у нас есть еще вопрос. Да, у нас есть вопрос, вопрос очень простой, потому что мы как бы уже подводим итоги, поэтому вопрос простой. Ремонт дорог в Кирове этим летом могу оценить. Ну, и четыре оценки отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, как в школе, да? На странице ВКонтакте можно голосовать и на сайте кирова.ру, на ВКонтакте реализируют вариант ответа удовлетворительно, то есть такая троечка, да, получается, 40 почти процентов. Ну, государственную оценку раньше называли, да? Да, ну, и на втором месте с небольшим отрывом 35% оценка хорошо все-таки. Получше троечка с плюсом. Да, и на нашем сайте 60% вариант удовлетворительный. Мы же тоже видим, как бы, с гражданами общаемся, и многие отзываются очень замечательно, ну, как бы, хорошо отзываются, в плане того, что они видят те дороги, которые сделаны, тот объем, который сделан, да, как бы все равно самые больные точки в этом году восстановили. Следующий год еще улучшит показатели дорожной инфраструктуры города Кирова. Все останется за качеством, за гарантийными обязательствами со стороны подрядчиков на сегодняшний момент. Вот с сегодняшнего дня как раз совместно с Директором Дорожного хозяйства объезжаем гарантийные обязательства 2016-2015 года, да, ну, те дороги, которые в этот промежуток времени делались, и в течение трех дней мы поймем все-таки, в каком состоянии дороги 2016 года. То есть, выполняются ли эти гарантийные обязательства? Ну, как бы, идет обследование этих дорог, и где-то в среде мы получим информацию все-таки, по каким участкам есть проблемы. А поясните, пожалуйста, Константин, ну, назовите конкретные участки, чтобы... Ну, нет, это все участки того года, это Павла Корчагина, например. Павла Корчагина. Да, проблемная улица была 2016 года, там, где ГДМС ремонт производил. Это на сегодняшний день есть проблемы по улице Герцена, там идет уже ямочность, ямочность присутствует внизу. Да, также есть проблемы по улице в районе Московской и Ульяновской, не, не Ульяновской, как она там, ну, в сторону Садаков получили, вот этот небольшой участок. Вот, как бы, вот эти участки, потом есть там нарекания еще по некоторым небольшим участкам, по улице Дзержинского, там провал был в это лето, вот там поедем, посмотрим. Как бы, есть моменты, которые мы в течение, вот сегодня, завтра, послезавтра, совместной дирекцией дорожного хозяйства проедем, посмотрим гарантийные дороги 2016 года, вынесем, будет составлен общий акт по всем этим гарантийным дорогам, и, конечно, подрядчикам, которые еще существуют на данный момент, которые не ликвидировались и не реорганизовались в какой-то другой регион, им будет выставлена данная претензия на устранение данных недостатков. Конечно, у нас еще, вот как раз я про улицу Ульяновскую, не зря сказал, у нас вопрос был в этом году, но письмо со стороны дирекции дорожного хозяйства пришло, ну, когда у нас там пришли ледневку сделать, прокопали всю улицу с большим провалом, но дирекция нас уверяет, что гарантийные обязательства ГДМС себя не снимает. В течение четырех лет до 2020 года эти гарантийные обязательства по этой улице будут существовать. Пусть даже и работы она и производила уже другие, связанные с другим контрактом. Давайте все-таки примем звонок. Алло, вы в эфире, добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Геннадий. Да. Я бы хотел обратиться к вашим гостям в студии и сказать, что большое спасибо. В этом году был проведен колоссальный объем работ. Я считаю, что на дорогах стало гораздо лучше, ездить комфортнее. Ну, поскольку я житель поселка Бахты, мне вот интересно, там два участка до Бахты на выезде из Костина и перед Бахтой. Их оставили. И вот интересно, их будут в этом году делать или уже оставят на следующий год? Оставили, в смысле, как они выглядят-то сейчас? Вообще оставили. Там поставили знаки «Неровная дорога» на новой дороге. И вот два участка, там один 300 метров, это на выезде из Костина. И перед Бахтой, там где вот на повороте в лесу, там метров 50, наверное, вот оставили просто. В первоздоровом виде. А вот Андрей Юрьевич подал сигнал, что готов комментировать. Да, смотрите, там какая ситуация. Там у нас пучинистые грунты оказались. Ну, пучинистые. Там водонасыщение большое, да, пучинит их. Соответственно, эти участки были переизвестены чуть-чуть дальше, дорогу сделали, потому что, чтобы в рамках этих же объемов у нас объемы не поменялись. Но там сейчас еще поставят информационный щит, и, соответственно, в следующем году, в рамках уже другого контракта, эти участки будут сделаны. То есть, как бы в этом году уже никто это сдает, да? Нет, в этом году не получается. Ну, в следующем сделают, по-моему, обещают даже. Ну, да, ну, чтобы понимать, что пучинистые места, ну, как бы их, они требуют капитального ремонта. Это полностью... И другая стоимость, да? И другая стоимость, да? Да, сфальто-бетонного покрытия, да, менять подушку на сегодняшний момент, а в рамках программы БКД на два года данный капитальный ремонт не предусматривается. Из-за этого вот пучинистые места, они, если видно, что грунты очень сильно ходят, их пришлось в этом году перенести. Также вот там есть проблема, вот он не сказал, с мостом есть проблема в районе, если не ошибаюсь, Бахты, там тоже этот такой участок очень плохой, да? Ну, где-то мост через Чехловицу, да? Да, 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 вот там, и как бы этот тоже участок все вероятнее останется, да, Андрей Юрьевич? Нет, мост вообще сделали, в принципе, сделали мост, да. Ну, вот, потому что был вопрос, сказ, по мосту, значит, мост сделали. Вот мы сейчас попытались посравнивать, как было раньше, как стало сейчас с дорожным ремонтом. Наверное, просить сравнивать Андрея Юрьевича некорректно, потому что вы с марта этого года работаете, да, у нас в городе, в дирекции, но и все-таки вот вы своим таким еще свежим или уже не свежим взглядом как оцениваете? Нет, ну, я, конечно, я думаю, что в этом году... В этом году все-таки у нас кардинально стали дороги лучше, потому что я же на своей машине еще ощущал, когда я весной ездил, да, с марта месяца и, можно сказать, до мая, да, пока я видел, я же все дороги объехал абсолютно, тут ни одну, как говорится, ни один кусочек не пропустил. Или сейчас, как едешь, как можно передвигаться уже с максимально разрешенной скоростью и чувствуя себя комфортно, не думать, что сейчас ты поймаешь такую яму там, или даже взять улицу Свободы, я по ней каждый день фактически ездил на работу, там просто караул был или сейчас, ну, как говорится. Я надеюсь, живу, поэтому знаю. Сейчас там уже вполне себе центральная улица стала вечером, там можно освещение не включать, все, машины освещают, прекрасно. Работать дальше планируется? Я понимаю, что не первый раз вам задают этот вопрос уже. Ну, конечно, планирую, планирую также продолжать свою деятельность, я думаю, что в следующем году сделаем гораздо больше и лучше. Ну, также и содержание, сейчас у нас мы летом, зимой тоже не отдыхаем, сейчас вот планируем содержание, содержание тоже, как бы вот сейчас еще планируется как-то больше, ну, как даже сказать, наверное, большие планы на это, да, и чтобы все-таки довести содержание тоже до нормативного состояния. Ну, мы чуть позже, да, если время останется, поговорим, конечно, о грядущей зиме содержании, холодное время наших дорог и тротуаров, а сейчас небольшая реклама у нас, и мы продолжим очень скоро. Не так много времени у нас остается, но хочется еще поговорить о многом Андрей Менькин, руководитель дирекции дорожного хозяйства, и Константин Сичихин, руководитель рабочей группы, руководитель общественников, в общем, за дорожным контролем. Я просто хотел еще, тут проскочила тема по поводу того, что вы сейчас ездите, проверяете прошлогодние гарантийные вот эти дороги, и так это сказали, так что касается тех фирм, которые остались, никуда не пропали, а что есть фирмы, которые уже куда-то пропали? Ну да, есть, пока называть, как говорится, во все слушания не буду, просто есть информация по одной фирме, которая выполняла ряд контрактов, которая на сегодняшний день путем реорганизации, это обычная процедура стандартная, которая не запрещает, ушла в соседний регион. И понятно, что все вероятнее гарантийное обязательство она свои не будет выполнять по тем улицам, которые она ремонтировала. Сейчас мы, конечно, проверим сначала те участки, после этого будем делать выводы. Как бы фирма ушла, но люди никуда не делись, я проще скажу, да, как говорится. То есть какие-то механизмы-то воздействия на них остались? Понятно, что механизмы есть, просто есть механизмы не со стороны дирекции дорожного хозяйства, так как если фирмы нет, то кому механизмы юридически предъявлять, да? Ну, механизмы есть общественные на сегодняшний момент, и мы посмотрим, как дальше будет. Сейчас вот сначала акт получим в среду, ну, край в четверг, да, по тем участкам, которые не выполнены, по которым надо выполнять гарантийные обязательства, а дальше уже будем работать с теми подрядчиками, которые должны свои гарантийные обязательства выполнять в полном объеме, согласно тех контрактов, которые они подписывали. Каких-то опасений по поводу контрактов этого года, что кто-то из них так же точно поступит? Опасения, они всегда будут, мы от этого не застраховываем. Андрей Юрьевич, вы опасаетесь? Есть механизмы-то воздействия? Ну, будем искать, есть правоохранительные органы и так далее, будем куда-то обращаться, если кто-то где-то куда-то будет исчезать, а как других механизмов? А как это может выявиться? Да, собственно, вот дорога будет разрушаться, да? Конечно, дорога будет разрушаться. Вы начнете бить в колокол дирекции, а на этот звук никто не откликнется. Конечно, они будут выставлять претензию, на претензию никто не будет отвечать. Или придется ответить, что такой организации по данному адресу нет? Конечно, мы открываем обычные публичные базы, и они сразу показывают, где какая организация находится, в какой стадии она находится. Тогда будет ясно, будут у нас гарантийные обязательства выполняться в следующем году, либо у нас не будут эти гарантийные обязательства выполняться. Поэтому время покажет. Сейчас забегать вперед на 2017 год ни к чему. РТП нас уверяла, что они пришли... Агентство развития перспективных технологий, так называется. В последний на один год, а надолго. Вот и увидим, как будет следующий год у нас. Те организации, которые внутри выполняли работы, они местные, как бы с ними проще взаимодействовать. Да, по одной организации были вопросы по Кирове-Чепецку, на сегодняшний день по гарантийным обязательствам, там процедуры примерно такие же были. Но посмотрим. Просто говорить сейчас, как говорится, пока рано. Пока рано, да? Да, время покажет. А вот по 2016 году мы уже выводы делаем. И, наверное, что в ближайшее время, как будут официальные документы со стороны Дирекции Дорожного хозяйства, будем уже работать с теми подрядчиками, которые есть. В начале октября, возвращаясь к той же дороге Киров-Русска, в начале октября появлялась информация о том, что уже шероховатости, неровности появились на дороге Киров-Русска. И вы как раз комментировали, говорили, что подрядчик за свой счет устранит. Устранил уже? Да, конечно. Все заактировали, все выезжали, были фотографии до, во время и после, соответственно, все это зафиксировано. Вопросов-то дальше не возникает, соответственно. Если уже сейчас что-то не в порядке, то зима на носу. У нас же Ягу сразу же все фиксируется, тем более этот участок, когда они его сами, ну, я не понимаю вообще, если вы его заметили, они его заметили, причем сразу же, и сразу же это было все зафиксировано. Ну, просто для чего идти еще дальше? Надо было вернуться, быстренько отфрезеровали и переделали, да. Потому что, ну, бывает, там, как планка упала, или еще у них что-то там случилось, там, в электронике, в асфальтоукладчике, какие-то были поломки, может быть. Но если вы это заметили, зачем просто, ну, не знаю, подход, видимо, такой строителей, да, всех. Ну, у нас русская авось никто не отмечал, не отменял, так что. Да, вот именно что. А вдруг проскочит. Ну, они должны понимать, что сейчас не то время русская авось уже не проходит, с учетом наших гражданских активистов, которые с нами постоянно в соцсетях и везде, да, у нас Киров-Русская, это 24 часа наблюдения за этой дорогой идет. И даже то, что вот в эти выходные происходило на Пангарянке-Шихово, если кто видел там... Ну, это уже, поясним, федеральная трасса. Да, федеральная трасса, да, то нам кучу фотографий высылали, когда там в минус 3, в минус 2 градуса укладывают асфальт на сегодняшний день. И к этому подрядчику и к этому заказчику будут составлены наши огромные претензии. Так просто эту ситуацию мы не оставим, так как там контракт все-таки не требует укладки асфальта на сегодняшний день в данный температурный режим. Там условия контракта до следующего года, и они спокойно могли эту дорогу делать в следующем году. Не знаю, чем это побудило их в минус 3 градуса укладывать асфальт на этой дороге. Может, какие-то новые супертехнологии они изобрели. Ну, вот это все мы и выясним в ближайшее время, потому что информация есть, она публична на сегодняшний момент. Заказчики есть, подрядчики есть. Прокуратура, я думаю, будет воздействовать на них должным образом. Андрей Юрьевич, как и в прошлой нашу встречу у нас в студии, не могу снова не спросить про Комсомольскую. Напомните, в какой стадии сейчас? Комсомольская, соответственно, от ЖД вокзала. Комсомольскую, то что там выполнили все работы, все завершили, все сделали, абсолютно ее приняли. Просто там ее немножко перенесли, она в другую сторону сместилась из-за того, что там вот эти раскопки, где у нас там ливневая канализация, объемы, которые в контракте, все были соблюдены. Тут все в порядке. Ну, у нас по Комсомольской, мы считаем, что ГДМС на сегодняшний день... Мы общественники, в смысле. Да, мы общественники считаем, что ГДМС, это как Камикадзе, по сути, на эту улицу зашли, да. Ну, это честно, это надо понимать, что она будет плавать, она будет уплывать, и каждый год они там будут нести свои гарантийные обязательства. Но если они взялись на себя такую ношу, они крупная компания с большим стажем работы, ну, значит, будут нести эти гарантийные обязательства, потому что она все поплывет, и мы знали об этом и говорили неоднократно, и это показало первые выводы. Весна покажет вторые выводы, по крайней мере, да. Решили взяться, решили укладывать там дорогу. Да, эта дорога нужна была. Да, она очень разрядила обстановку в этом микрорайоне на сегодняшний момент. Но все это понимают, что без хорошей ливневой канализации на том участке она будет постоянно плавать. Просто-напросто плавать, так как воды там очень много, ее надо куда-то уводить. И ГДМС молодцы, что они решились на данный поступок отремонтировать ее в таком виде, в каком есть. А дальше жизнь покажет. Андрей Юрьевич, тогда вопрос немножко другого плана. Вот смотрите, уже как бы вот этот сезон заканчивается, и уже практически понятно, что на следующий сезон в городу снова дадут довольно-таки хорошую сумму денег на дороге. Вот этот вопрос, который обсуждается о том, что чтобы не запоздать с составлением тех заданий, вот этих всех вещей, он как-то уже у вас на контроле есть? Конечно, мы уже ведем эту работу. Расскажите поподробнее, в чем суть. Суть в том, что наши специалисты, мы привлекали еще стороннюю организацию, институт. Вот они объезжают, делают все замеры, смотрят, сколько колодцев считают, чтобы у нас опять не получилось так, что колодцы там половину забыли, потеряли там бордюрные камни. Соответственно, тоже я сказал, что сразу же... Единственное, хотелось бы еще, чтобы... Ну, у нас сейчас тоже, я думаю, что средств не хватит, сигнований тротуара, чтобы делать все в комплексе, как вот мы разговаривали с губернатором, чтобы, конечно, и дороги были, и тротуары, потому что тротуары у нас сейчас тоже, конечно, оставляют. Тротуары же под эту программу не попадают. Не попадают, да, но вот хотелось бы, чтобы они, может быть, тоже как-то... Что за чудо должно произойти? Нет, формирование комфортной городской среды. На следующий год там заложены тротуары в рамках отдельно, да, этой программы. Сегодня как раз у нас будет совещание, можно сказать, о большой круглый стол, или как его назвать, да, с губернатором в три часа. Как раз мы будем обсуждать формирование, ну, подхода, комплексного подхода к формированию города Кирова, именно к благоустройству города Кирова. И как раз сегодня мы, этот все вопросы, все точки соприкосновения мы сегодня обсудим. В три часа будет в здании правительства данное совещание, и там уже все будет видно. А по программе БКД, со стороны дирекции дорожного хозяйства, сейчас проводится огромная работа. В рамках данной программы с пожеланием граждан, которые они высказались в рамках и общественного обсуждения, и в рамках голосования, которое проходило на сайте администрации, общественной палаты, конечно, там еще есть моменты, которые сейчас озвучивать не собираюсь, но есть моменты, почему, потому что, ну, с нашей точки зрения, там, пока не понимаем, почему включают одни улицы, не включают другие улицы, да, почему делают так, а делают по-другому. Ну, я думаю, что мы эти точки соприкосновения все равно в рамках рабочего порядка, ну, в рамках работы сейчас совместно с дирекцией доработаем, и общий план действий будет выработан на 2018 год, какие улицы будут включены. Ну, мы с уверенностью, да, говорим, что в следующем году вот эти миллиард 200 миллионов почти, они у нас будут в городе. Ну, это не от нас вообще, зависит от правительства России. Нет, я имею в виду, мы условия все выполняем для того, чтобы они пришли, то есть, естественно, да, мы все выполняем, да, все должно у нас получиться. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день условия практически все выполняются, только есть задержки по контрактам, ну, по Кирову-Русскому. Вот федеральный центр смотрит на эти контракты, на сроки выполнения, он все оценивает это? Конечно, федеральный центр на это все смотрит, конечно, это все учитывается, но мы не аутсайдеры на сегодняшний день по России, да, есть регионы, которые еще в хуже состоянии находятся. Не лузеры мы такие уже. Да, 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 мы в данной ситуации сразу говорим, не лузеры, да, там есть регионы намного хуже, которые находятся в состоянии, да, где реализация программы там на 80%, на 80% еще сделана, где-то на 70%, где как, как бы, я думаю, что мы с уверенностью на 100% должны рассчитывать на эту сумму в следующем году. Но все зависит, опять же, от того, вот, от последних пром, от АСПА-асфальта, которые Керны взяли, и как покажет лаборатория, так и будет видно. Озвучивал, да, час назад эту информацию. СМИ сообщают о том, что федеральный центр будет требовать в следующем году, вот в рамках как раз-таки программы «Безопасные и качественные дороги», ну, пораньше, по-простому говоря, отторговаться, там, до 31 марта называется. Ну, да, Минстрой там назвал такую цифру. Минтранс, по-моему, Минтранс, все-таки, да. Минтранс. Андрей Ильич. Ну, я думаю, что если все пойдет, лишь бы не какие-то... Просто пока еще непонятно, то ли это рекомендация, то ли это вот уже правила железные. Это нужно, чтобы все уже задания были готовы к тому времени. Мы сложим. Проработано, проделано. Нет, мы бы в этом году смогли бы, да, если бы не начали там сносить что-то или еще что-то, какие-то это... Понимаете, как бы... Что сносить? ...все бы хорошо сносить. А, у нас же не состоялся, да, там, первый конкурс? Да, да, да. Да, у нас бы все бы хорошо, но мы же не застрахованы, еще раз говорю. Одно дело, 31 марта отторговывать, это бы все замечательно, когда бы, знаете, как все поделено, грубо там. Это знает это, это знает это, но это неправильно. У нас есть конкуренция, она должна существовать на рынке. Тем самым мы за счет конкуренции в этом году мы с вами отремонтировали практически там на 100 миллионов больше автомобильных дорог, чем могли бы, да. На 100 миллионов рублей, имеется в виду. Да, на 100 миллионов рублей, да, практически больше. И если такая же живая конкуренция будет в следующем году, то, опять же, на сэкономленные деньги мы сделаем больше. Но если предполагать, что вот это не будет, и все 31 выйдут, и не будет никакого падения, понятно, что все подрядчики выйдут и будут делать те работы, которые требуются, но у нас не будет падений. Это раз. Во-вторых, давайте не будем забывать, что мы не застрахованы от сетевых компаний, которые будут выполнять свои же работы. Это никто не застрахован, у них свой план работы есть и на следующий год, да. И эти же улицы они также будут делать. Это опять надо заранее сейчас совещаться с сетевыми компаниями. Это, конечно, заранее желательно согласовывать такие действия. Заранее согласовывать все действия, чтобы мы опять грамотно подошли к 2018 году. Это большой комплекс работы, на что мы надеемся, что в дирекции должен хозяйств, как заказчика основного, этот комплекс работы они возложат на себя и будут, как и в этом году, и как и в следующем, со всеми организациями совещаться и прорабатывать план работы на 2018 год. Но это работа, и это требует постоянного, кропотливого, каждый день следить за этим всем, чтобы это все состыковывалось. Ну, так или иначе, опыт, который был получен в этом году по ремонту дорог, опыт уникальный. Согласитесь, да? Очень. Взаимодействие общественников, дирекции в том числе. Как оценивать, Андрей Юрьевич? Ну, оценивать очень хорошо. Успешно поработали вы? Я думаю, что очень успешно, потому что совместно, да, и с общественниками, и совместно с просто жителями, даже, я говорю, и на страничку мне каждый день информацию писали. В соцсетях? Да, в соцсетях. Это же дополнительно наши, как говорится, глаза и уши нам говорят. Я тут же сразу же оперативно всегда реагировал. Наши специалисты выезжали, так же все фиксировали. Я думаю, что, конечно, это только в плюс, не в минус. Константин, несколько секунд остается. Руки не опускаются? Все в порядке? Работать будем? Нет, руки они не опускаются, опыта уже много, потому что мы больше и больше понимаем, что и подрядная организация на сегодняшний день, если в 2016 году было очень много нареканий, то в 2017 году у нас не ко всем подрядным организациям есть нарекания по качеству выполнения работ. Уже и журналы ведутся так, как положено, в которых раньше мы их даже не замечали, эти журналы выполнения работ, что в этом году уже новая, хотя это обязаловка. Мы видим, что все как бы уже и подрядчики, они уже лишний раз, как говорится, в дождь не кладут, лишний раз пережидают сухие часы, ищут, да, и работают в эти сухие часы. А следующий год еще лучше покажут, да и активнее граждане стали. Вот я еще раз призываю людей, чтобы они были активнее, потому что каждая ваша информация, это на пользу, на благо города. Спасибо большое, Андрей Менькин и Константин Сичихин. Я предлагаю отдельно встретиться по зимнему содержанию дорог в ближайшее время. Тем более, что это еще, по-моему, более такая грандиозная тема. Спасибо, на этом завершаем. Мужской понедельник, всего доброго, до свидания. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok